Ребятки, доброе, прекрасное вам утро, хотя вы смотрите видос, наверняка не утром. Ну что, у нас сегодня третий день в кемпинге на западе Крыма, мы по идее сегодня должны уезжать, ну мы так просто смотрим по Настиному состоянию, но Настенька вчера сказала, что знаешь, давай продлим, сегодня до обеда посмотрим и возможно мы здесь еще останемся на одну ночку и еще покажем как проведем этот день, в общем поехали в новый день. Я хочу вам показать насколько за ночь здесь влажно, посмотрите, стол весь мокрый, вот у нас лежит зонтик, как будто бы дождь пришел, а на палатке норм, и вот ковер вот наступил и все, и оставил свои следы. Очень влажно, спать безумно, кстати, комфортно, еще забыл вчера вечером убрать дроном, полежал здесь всю ночь, вышел из палатки и офигел, но вот все на месте. И утро мое начинается не с кофе, а с похода в магазин, у нас здесь буквально метров 150 магаз, куплю молоко, потому что у нас нет холодильника, молоко портится быстро, соответственно, его приходится покупать каждый день. Если вы переживаете, что у вас, например, нет нала и приедете в Оленевку, то в Оленевке есть в центре села банкомат и также можно расплачиваться картами, просто прикладывать карту, то есть Apple Pay там не работает, а карточку приложить можно. Вот, собственно, смотрите, вот тут вот кемпинг за вот этой постройкой, вот эта столовая, если хотите, можете в нее ходить. И вот они магазинчики здесь мясной, здесь есть тоже столовка, есть магазин морепива и, соответственно, магазин с продуктами. Также здесь напротив есть овощная палатка, в овощной палатке можно купить газ и фольгу, ну и дополнительный сход с каких-то штук там тоже имеется. Вон, блин, ёпсель-мопсель, Крым. Вроде в России, но прям всегда чувствую, как будто ты за границей. И вот сейчас оставил в магазине очередь, ну где-то минут 20, наверное, здесь сюда, кстати, в магазине, вот в этом очередь. Купил еду, подхожу, а у них терминал не работает. Но я в итоге говорю, а почту занесу, нет-нет-нет. И за мной женщина стояла, говорит, давай я за тебя заплачу, потом на карту меня отправишь. Я говорю, давайте. Дала мне свой номер телефона, я ей написал, чтобы она скинула карту, а не местная. Вот. А местная карта, банка РНКБ, она не привязывается к телефону. Вот. Сейчас жду, доедет он до дома, скинет мне карточку и ей отправлю денег. И, кстати, коротко по ценам. Смотрите, взял такие пирожные, молоко, сыр, пол булки хлеба и колбасу. Вышло на 731 рубль. Ребятки, ну что, мы, смотрите, после завтрака пришли на море. И море сегодня по-настоящему радует. Нереально чистая вода. И самое главное, что все, сейчас уже нет никакой волны. Вчера-позавчера была такая сильная волна. А сегодня вот прям то, что надо. Посмотрите, вот это кайфец. Вот она, оленевка по-настоящему, крымские Мальдивы, беленький песочек, ребятки. Гляньте, как тут круто. Вода просто лазурь. Вот сегодня мы увидели по-настоящему то море в оленишке, кайфовое. И Настенька сегодня говорит, кто бы мог подумать, сколько недель? 37 недель. Настенька болтается в морюшке, да. Это будет ребенок моря с начала беременности. Он проводит на море. Гляньте, какая прелесть. Все видно вообще на глубине. Мелкие-мелкие медузки плавают, которые, кстати, не раздражают абсолютно. Немножко водоросли. Вода вот прям идеальна. Мне кто-то писал в комментариях, почему вы не показываете оленевку, что здесь мусор. Блин, ребята, вот. Здесь чисто. Показывать нечего. Гляньте, как красиво переливается. Великолепно. И самое, что интересно, что-то. Я всегда говорю, пользуйтесь правилом 10 метров. Посмотрите, там сколько людей, да, и посмотрите, там сколько людей. А тут пусто. Гляньте, какой кайф. Вот так вот. Ту-у-у-у-у. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Смотрите, как рыбка подходит близко Здесь еще полно крабиков, креветок Вот он тут плавает, смотри Так это и та бежева, которую я боюсь, это и та папа А, вон их много, смотри Так я и говорю, пап, я вот эти боюсь Так, ребята, еще рубрика по ценам, видите, сабдоска Тут можно, ребята, взять Но стоимость доски 800 рублей в час Это самая дорогая цена на сабдоску, которую я вообще видел А, ну, в Москве еще, я помню, на Истре тоже что-то 700 или 800 тоже такая цена была Но вот на Черноморском побережье это самая большая цена Обычно везде 500 Вот вы многие спрашиваете, а как посуду мыть? Вот так вот набрали, вымывали И вот моете Подставляете что-то, чтобы не стекала вода Вот как, например, у нас такая посудина Либо ямку выкапываете Вот, а сюда все стекло Куда-нибудь подальше отнесли Либо вот как здесь, в туалет Грибную яму Так, ну что Дело к обеду у нас Вот такой вот сегодня еще будет просто обед Не хотим ничего не готовить Ничего, поэтому утреннюю колбасу, как вы видели Огурцы, сыр порезали Булки Короче, все утреннее Сейчас подъедим И все И, наверное, пойдем опять купаться Так, ребятки, сегодня я еще раз снова натянул этот тент Только по-новому Чтобы в палатке было не так жарко Вообще, кто поедет в Крым с палаточкой Обязательно покупайте вот такие сетки Шатер, шатром Но вот это классно Создает стень и как бы там продувает Как рекомендация Третий день у нас Ребята нас покидают, уезжают Мы поедем в Краснодар А ребята поедут дальше путешествовать по Крыму Взяли наш гайд И отправляются по нашим рекомендациям Все, покеды? Покеды Давай, на связь все Дальше Пока Пока-пока Веди себя хорошо Верочка, целовать я не буду тогда Чтоб не... Иди ко мне, я тебя подчерю Солнышко мое Маленькое мое Все Если родители достанут, дядя Славе переезжай А я напомню, что у нас есть наш авторский гайд, ребята Стоимость всего лишь 490 рублей Вы его приобретаете, изучаете и путешествуете по Крыму с легкостью, с удовольствием Вот, в принципе, и наши ребята так и сделали Чтобы его приобрести, напишите либо мне в инстаграм директ, либо, Настеньке, изучайте и путешествуйте Так, ну что, ребята, вот, в общем, вчера вот такая вот неприятная ситуация случилась Я, значит, камеру засыпал полностью солью И, вы знаете, соль достаточно много забрала влагу Но еще самый ответственный момент Буду пробовать включить Ответственный момент Все вставил Вроде еще раз все продул Пробуем Ну что, отлично Заработало Иди сюда Звук есть Так, а что опять Все, сейчас попробуем еще флешку Так, я спустя несколько дней только решил себе немножко оборудовать офис Вот так вот поставил компьютер У меня тенек, причем вот эта сетка, она настолько клевая Она вот в мелкую дырочку Но создает классный тень И все это дело еще и продувается У тебя здесь очень комфортно Что касается электричества, я уже показывал Мы запитались от кемпинга Свой удлинитель И здесь стоит, заряжается вся техника А сам провод идет вот оттуда Здесь у нас еще фонарь Установлен такой большой плафон Чтобы вечером комфортно было сидеть, чаи гонять Я вставил флешку, но почему-то он ее не видит Видите? Флешку он не видит Режимы он переключает Флешку он не видит Радость длилась моя недолго Потому что не читала флешку И вообще перестала снова включаться Делаем сейчас то же самое Опять засыпаю все солью Вот так вот прям Вот так вот прям смело И жду еще один день Так, ну что, ребятки У нас случилась первая неприятность небольшая Сегодня здесь стоял мангал Теперь его нету Причем взяли три шампура и а Две оставили И вот шхол от мангала тоже остался Че к чему Не знаю Блин, прикиньте, сидим после обеда ржем Короче, раз, макбук Два, макбук Айфон Я снимаю на айфон Нам нужно перекинуть файлы В итоге на новом макбуке нету входа под флешку Здесь есть Я вотнул флешку Решили через аирдроп Он не видит никого Вот этот компьютер видит всех, кроме его Думаем, через жесткий диск попробуем В итоге на здесь нету обычного входа USB А на этой стороне тоже сдвоенный И, короче, вот Кто любит технику Apple Вперед к нам в команду Почти каждый день хожу, набираю питьевую воду Технически это понятно Постоянно вообще ходим Потому что у нас две семьи А технической воды у нас всего лишь Две баклажки по 12 литров Вот сейчас иду набирать питьевую воду Вот вы часто спрашиваете Как набирать и где набирать питьевую воду Вот в этом кемпинге есть питьевая вода Один литр 4 рубля Ребята, прикиньте, у нас случилось чудо И та неприятность, которая была Которая он показывал с мангал Смотрите Случилось чудо Нам вернули мангал Оказывается Взяли тут дедушка С внучкой отдыхают Да, весь просто взяли Да, весь просто взяли Вот им сколько надо было Я его показываю Я его показываю только рано утром Нет, ребятки Вот, смотрите Обстановочка на закате Шикарное Море по-прежнему чистейшее Все, девчонки пошли Мальчишки пошли И я тоже пошел К сожалению, не ныряем Так как камера пока не функционирует Так, смотрите Наш сегодняшний лов Вот такие вот маленькие крабики В ракушках И еще у нас есть нормальный крымский краб Артем, отойди от солнца Давай, беги Беги-беги-беги Тень убери, Артем Тень убери Артем, тень убери Ну ты же тень падает Куда ты? Артем, видишь, ты закрываешь своей тенью И мы не можем поснимать Куда ты? Куда ты? Такое красивое Музыка Такое красивое Музыка Круг Мне это мечет Музыка Откуда? Такая Музыка А что это? Все, шланг-герет Круг Четыре Если будет Какие skitrye Музыка 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 Так Мы, значит, вечером решили Прогуляться на экстримы перед этим вот тут вот в нашем кемпинге значит есть кофе мы закажем пиццу ценники ловите на паузу ставьте так а насчет вкусно-невкусно сейчас попозже скажу в общем пока я ждал пиццу уже вообще сменял а вон мы взяли три пиццы сейчас попробуем расскажу вам как вкусно ждали очень долго потому что было много людей а это вот пляж экстрим постоянной дискотеки каждый день установили новую скульптуру а я еще стал собой скейт придумал как ну а в итоге света уже нету так туда вечерком тут своя атмосферка свет кстати в скейт-парке зажегся значит скорее всего катну скульптура вот установленная значит для паркура площадочка футбольчик можно организоваться и поиграть очень много детей сейчас потому что включили летний кинотеатр ребята и он совершенно бесплатные вот за что мы очень любим оленевку так тут просто живи не хочу все очень круто глянь как атмосферно а вот мои сидят ждут пиццу ты годами опекала человека пора взять под крыло и свой рот вот значит такая детская зона есть качельки скульптура крымским синим медузам если бы пиццу приготовили быстро я был бы еще больше доволен а вообще она очень вкусная так что это кафешку что ребятки в скейт-парке в оленевке я хочу завершить выпуск приезжать сюда точно отрываетесь катаете не забывайте с собой самокаты ролики либо скейт либо на чем вы катаете я с вами прощаюсь увидимся уже с вами завтра в новом видеоролике пока